Приветствую дорогие мои друзья, с вами на связи Александр, я вещаю с острова Бали, город Убуд. Хотел записаться сейчас на улице, там под зонтиком, но пошел дождь такой тропический, и я поэтому сменил дислокацию, сюда перебрался, потому что на звуке тоже отражается, вот я пишу на микрофон, все эти капельки, чик-чик-чик, они будут отвлекать внимание. Это разговорное видео я хочу записать по следующим причинам, я сейчас их озвучу по трем причинам, я считаю их очень важными. Значит, ну начну вот с чего, мой канал называется на ютубе просто моим именем и фамилией Александр Феферов. По идее это название ни к чему тематическому не обязывает, я в принципе могу выкладывать то, что мне нравится, то, что мне интересно, и то, что я считаю полезным, интересным для своих зрителей, то есть для вас. И вы заметили, что так как я увлекаюсь игрой на гитаре, обучаю играть на гитаре через интернет, то большое количество видео на моем канале именно посвящено этой гитарной тематике, где я играю различные композиции собственного сочинения, произведения других авторов, выкладываю различные упражнения по развитию беглости игры на гитаре, по технике, где-то видео разборы выкладываю, ну и так далее, и тому подобное. Но помимо музыкальных видео, где я с вами общаюсь посредством звуков, я еще выкладываю такие разговорные видео, где посредством вербального словесного общения я свои мысли облекаю в слова, фразы, предложения и тем самым передаю определенные идеи. Для чего я это делаю? Я сейчас объясню. Значит, первая причина – это вы, мои зрители, или именно вы, кто смотрит сейчас это видео. Вы знаете, если кто-то из вас задумал обучаться у меня или сомневается, или принимает определенные решения и хочет выступать в качестве моего потенциального ученика или студента, я думаю, что немаловажно таким людям знать, с кем они будут иметь дело, потому что процесс обучения – это достаточно непростой процесс обучения. Это не просто передача информации. Как знаете, флешку вставили в лэптоп, перетянули с флешки на жесткий диск, какой-то файл отпустили, скопирование произошло, и все, процесс завершился. Передача знаний, умений и навыков в процесс обучения, он намного более глубже, потому что играет немалую роль эмоциональный фон как педагога, так и обучающегося. Играет уровень образования, уровень интеллекта, уровень личностного развития. Очень много факторов. И важно, чтобы не просто передавать информацию, чтобы было приятно общаться с человеком, может быть, заряжаться какой-то позитивной энергией, обмениваться какими-то мыслями, достижениями и так далее, и тому подобное. Поэтому, я думаю, здесь играет роль еще очень важная деталь. Есть такая пословица – с кем поведешься, того и наберешься. Мне очень важно личностно расти самому, потому что тем самым я буду привлекать в свою жизнь, в свое окружение более интересных людей. И более интересные люди, соответственно, будут и меня привлекать. Мне интересно будет общаться с такими людьми, делиться какими-то своими достижениями, учиться друг у друга. Это все очень важно и интересно. Значит, первый момент для того, почему я записываю такие разговорные видео, это для того, чтобы вы лучше меня понимали, лучше знали, с кем имеете дело. И мне приятно, если вы следите за моим каналом, если я представляю для вас интерес как личность, это действительно здорово. Вторая причина, по которой я записываю подобные разговорные видео – это я сам. Почему я сейчас скажу? Каждое видео разговорное, оно стременует определенный этап в моей жизни. Я образно свою жизнь представляю в качестве строительной рулетки. Знаете, когда такая рулетка, строители пользуются ей для того, чтобы измерить какое-то расстояние в метрах, в сантиметрах, в миллиметрах. Представим, что жизнь – это такая рулетка длиной 10 метров. И обычно вот эта лента металлическая, она бывает желтого цвета, и на ней яркими такими жирными красными цифрами написаны метры. Метр, два метра, три метра и так далее, 10 метров. Чуть менее жирные цифры, поменьше размером, черного цвета обычно, это уже не метры, а десятки сантиметров. Вот в дециметре там 80, 70, 60, 40 и так далее. Еще более мелкие, уже как правило не жирные, но черного цвета цифрки, это сантиметры 76, 75, 74 и так далее. А совсем маленькие штришки – это миллиметры, там даже обозначений цифровых нет. И вот, возможно, каждый из видео – это такой маленький штришок, который знаменует определенный этап моего личностного развития. Еще почему это для меня важно. Вы знаете, когда я прокручиваю у себя в панели управления на канале видео, я помню, каким был я и как я меняюсь. Даже я сейчас вот веду дневник, и буквально несколько недель назад, каким я был, я сейчас уже другая личность. Не прям глобально я изменился, но многие моменты уже изменились, какие-то ценности меняются. Смею предположить даже, что прежде чем начать смотреть это видео, вы были другой личностью. И благодаря нескольким минутам просмотра этого видео, такого общения со мной через экран монитора, вы тоже качественно меняетесь, потому что у вас идут внутренние процессы, вы о чем-то думаете, какие-то эмоции вас посещают и так далее. Так вот, еще один нюанс. Вы знаете, если представить стакан, который наполнен полностью водой, в него уже ничего не зальешь. Но стоит вам чуть-чуть отлить или еще лучше все вылить, то у вас полностью емкость освобождается. Когда я записываю подобного рода видео, то у меня происходит как будто бы передача моего накопленного опыта своим зрителям. Следовательно, высвобождается определенное пространство внутри меня, которое я могу заполнить новыми впечатлениями, новой информацией, новыми знаниями, умениями, навыками, которые опять-таки впоследствии смогу вам передать и поделиться ими с вами. Поэтому я считаю, что это для меня также очень полезно, потому что развивает мои навыки, в частности, общение и так далее и тому подобное. И, наконец, третий момент, почему я записываю подобное видео. Значит, первый момент, для того, чтобы вы со мной лучше познакомились. Второй момент, это полезно для меня, как я считаю. И третий момент, я очень хочу вдохновить каждого зрителя на изменение его жизни к лучшему. Знаете, вот для меня важны множество ценностей, но вот три из них я как-то недавно записывал в видео. Это семья, мы прикладываем немало усилий жену для того, чтобы строить семью, а семью нужно строить. То есть, если не будете строить семью, все пойдет по наклонной вниз. Вторая ценность, это любимое дело мое, в частности, я играю на гитаре с удовольствием, занимаюсь музыкой. И третий, это способ заработка, в частности, через интернет, то, что я зарабатываю дистанционно. Вы знаете, вот эти три даже аспекта для многих людей, это неосуществимые мечты. И чтобы создать нормальную семью, многие испытывают проблемы. Чтобы осуществить свою мечту, научиться играть на гитаре, для многих это тоже целый процесс, как-то никак не доходят руки, многие годы или десятки лет откладывают свою мечту. И третий момент, это дистанционно зарабатывать, тоже для многих это кажется чем-то таким далеким, непостижимым, очень сложным и непонятным. Я своим примером хочу вдохновить вас, что на самом деле все осуществимо. Только вам следует поверить в себя, взять в себя в руки и начать действовать. Шаг за шагом, степ-бай-степ, и вы обязательно добьетесь намеченных целей. Только возьмите себя в руки, поверьте, что все возможно. Кризис в стране, не кризис в стране. Дети есть у вас или один ребенок, вот у нас трое детей, и мы отправились в путешествие. Все возможно. И мы живем сейчас в райском местечке, в райском острове, и нам здесь так понравилось, что мы планируем вообще всю зиму здесь прожить. Специально сделали визу с запасом, то есть до февраля мы смело можем находиться безвыездно на этом острове. А дальше видно будет, возможно мы продним наше пребывание здесь, или может быть полетим еще в какую-нибудь интересную страну, тоже там поживем. Поучим язык, познакомимся с культурой и так далее и тому подобное. Все, я заканчиваю видео, не хочу отнимать ваше драгоценное время. Спасибо, что уделили мне внимание. И я думаю, что эти три аспекта, ради которых я записываю это видео, они отложились у вас в памяти. Я такие видео записываю для того, чтобы вы лучше знали, с кем имеете дело, то есть были знакомы со мной. Во-вторых, это я записываю для себя самого, чтобы личностно расти. И в-третьих, я такими видео хочу вдохновить вас, менять вашу судьбу в лучшую сторону, чтобы вы были более счастливыми, более богатыми, более полноценными и развитыми личностями. Всего доброго, увидимся в следующих видео.